МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Последнее известие подводит информационные итоги дня. В студии Светлана Шкили. Сейчас о главных темах. Метеор, севший на Мельфинском заливе, сдвинуть с места так и не удалось. Операция отложена до завтра. Намыв в заливе изменил дно фарватера или виноват человеческий фактор версии причин аварии теплохода. Мнение экспертов в последних известиях. Восемь часов противостояния предприниматели так и не смогли уберечь от сноса павильон администрации своей торговой зоны. Тяжелая какая. Бронзовый орфей в копилке 100 ТВ обладателем высшей телевизионной премии России стал оператор нашего телеканала Дмитрий Фролов. Разъяренный бизнесмен Дамир Жадаев мчится на катерик в съемочной группе последних известий. Восстановлена видеозапись с кассеты, которая двое суток пролежала на дне в Уоксе. Договориться с террористами, захватившими заложников, не удалось. В Высоцке масштабное учение спецслужб на нефтеналивных терминалах. И так только что мы получили кадры из Москвы. В Кривлевском дворце съездов вручили бронзовые статуэтки ТЭФИ. Ни один телеканал в этом году не транслировал эту церемонию. Впервые за 14 лет победители выбирались за закрытыми дверями. На конкурс поступили 473 заявки. Жюри еще в начале сентября выбрало лучших из лучших и определило тройку финалистов по каждой из 50 номинаций. Оператор канала 100 ТВ проекта «Дети блокады» Дмитрий Фролов получил высшую награду «Бронзового Орфея» в номинации «Лучший оператор телевизионного документального фильма». Тяжелая какая. Хочется поблагодарить всех академиков, которые оценили наш скромный труд. Действительно очень приятно и неожиданно. Большое спасибо 100 ТВ, телеканалу, который дал возможность реализовать этот проект. Огромное спасибо продюсеру и режиссеру Дмитрий Сковорин. Вы всячески поощряли творческие начинания, которые так полезны и нужны мне оператору. Огромное спасибо всем. Проект «Дети блокады» участвовал на ТЭФе 2008 сразу в двух номинациях. «Лучший документальный сериал» и «Лучшая операторская работа». А всего в этом году за высшую телевизионную премию страны телеканал 100 ТВ боролся за победу сразу в четырех номинациях в числе других номинантов программы «Территория музыки» и «Футбол про и контр». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова